Британская сказка «Джоан и хромой гусапас» В богатом замке возле самого моря жил когда-то старый лорд. Он жил очень одиноко, и замок его всегда оставался пустым. Не слышно было под его сводами ни молодых голосов, ни весёлого смеха. Часами старый лорд ходил взад-вперёд по стёртым плитам каменного пола или же сидел у окна и глядел на хмурое море. У него была маленькая внучка, но он никогда в жизни её не видел. Он не взлюбил дитя с самого дня её рождения, потому что в этот день умерла её мать, любимая дочь лорда. Отец девочки уехал далеко за море сражаться за своего короля, и она росла одна без родителей. Совсем плохо пришлось бы бедняжке, если б не её старая няня. Она забрала Джоанн к себе, так звали девочку, и кормила её остатками от господского стола, а одевала в разные отрепья. Приближённые старого лорда тоже плохо обращались с девочкой, ведь их господин не любил её. Они обижали её и называли оборвашкой. Джоанн целыми днями играла на заднем дворе замка, или бродила одна по берегу моря. Единственным её другом был хромой мальчик-гусапас. Она часто уходила к нему в поле и подолгу болтала там с ним. Мальчик был чуть постарше её, он жил на ферме по соседству с замком. Каждое утро он выгонял гусей в поле и вёл их к пруду, где они плавали, плескались и ловили рыбу. При этом он играл на свирели. И Джоанн всегда прибегала его послушать. Она так любила слушать его странные напевы, то грустные, то весёлые. Они рассказывали ей о прекрасных лесных феях и о далёких чужих странах, о неведомых горах и реках. И тогда она забывала свои горести и обиды. А иногда музыка была такой весёлой и лёгкой, что ей хотелось танцевать. И тогда даже сам хромой гусапас неуклюже пританцовывал вместе с ней. А проходили дни весной и летом. А зимой в длинные тёмные вечера Джоанн придвигала скамеечку поближе к огню и просила свою старую нянюшку рассказывать ей сказки про смелых рыцарей и прекрасных дам, про великанов и людоедов, или же о русалках и феях, которые невидимо летают в воздухе. Шли год за годом. И Джоанн из девочки превратилась, наконец, в прекрасную девушку. Но она по-прежнему дружила с хромым гусапаса, а старый лорд по-прежнему не любил её и не желал её видеть. И вот однажды разнеслась весть, что в соседний город приезжает король. Во все окрестные замки были посланы гонцы с приглашением на королевский бал. А приглашение короля, как известно, означает приказ. И старый лорд велел приготовить себе нарядные одежды, оседлать белого коня и тоже собрался на королевский бал. В это время Джоанн сидела со своей нянюшкой у окна. Она увидела старого лорда в нарядных одеждах и спросила, куда едет мой дедушка? В соседний город, королю на бал, ответила няня. Ах, как бы и мне хотелось поехать вместе с ним? Вздохнула Джоанн. «Нянюшка, милая, пойди к нему и попроси, чтобы он взял меня с собой». «Что ты, что ты?» испугалась старушка. «Он меня прогонит? Да и всё равно поздно. Смотри, вон он садится уже на коня». И правда, пока они говорили, маленький гум вывел во двор белого коня, помог старому лорду сесть на него, и вот уже только пыль от копыт осталась во дворе перед замком. А Джоанн, как всегда, отправилась в поле. Она шла и мечтала, так хорошо было бы попасть на этот бал. Хоть одним глазком ей хотелось взглянуть на прекрасных нарядных леди, на их величество короля и королеву, а больше всего на молодого принца. Она так размечталась, что и не заметила своего друга гусапаса, который вместе с гусиным стадом заковылял ей навстречу. Он перестал играть на свирели и спросил, «О чём это ты задумалась, Джоанн? Сыграть тебе весёлую песенку, чтоб захотелось танцевать, или грустную, чтобы поплакать?» «Я и без того хочу танцевать», ответила Джоанн. «Но только не здесь! Знаешь, мне так хочется попасть в город на бал к королю, но меня не пригласили». «Раз ты хочешь попасть в город», сказал юноша, «ты туда попадёшь, и я вместе с тобой, и мои серые гуси. Не так уж трудно туда добраться, даже такому хромоножке, как я». И они тронулись в путь. А длинная дорога показалась Джоанн короткой, потому что гусапас всё время играл на свирели. Он играл так весело и задорно, что и Джоанн совсем развеселилась, и сама подпевала ему, и кружилась, и танцевала. А когда они были почти у самого города, они вдруг услышали позади себя цок от лошадиных копыт, и вскоре с ними поравнялся высокий красивый юноша на чёрном коне. «Вы идёте в город?» Спросил он. «Можно и мне с вами?» «Отчего же, конечно, сэр!» Ответил гусапас. «Мы идём в город посмотреть на знатных гостей, которые съезжаются на королевский бал. Если хотите, пойдёмте вместе, так даже веселей будет». Тут юноша спрыгнул с коня и пошёл рядом Джоанн. А хромой гусапас следом за ними и заиграл новую нежную песню. Вдруг юноша остановился, посмотрел на Джоанн и спросил, «Ты знаешь, кто я?» «Конечно, нет!» ответила Джоанн. «А кто?» «Я принц, и еду сейчас к моему отцу на бал. Сегодня я должен выбрать там себе невесту». Так и решил мой отец. Джоанн вдруг стало отчего-то грустно. Она ничего не ответила принцу, и они шли молча. А гусапас ковылял за ними и всё играл на своей свирели. «Какое у неё нежное и красивое лицо!» Подумал принц. «Никогда ещё я не встречал девушки милее, чем она. Он не замечал ни рваного платья, Джоанн, ни того, что она босая, а всё любовался её лицом и тонким станом, и лёгкой походкой. «А как тебя зовут?» спросил он наконец. «Джоанн!» «Послушай, Джоанн!» сказал принц. «Ни разу ещё ни одна девушка не тронула так моего сердца, как ты! Будь моей невестой и выходи за меня замуж!» Но Джоанн всё молчала. «Ну, ответь мне!» «Согласна ты стать моей невестой и принцессой!» Тут Джоанн улыбнулась и сказала. «О, нет! Ты просто надо мной смеёшься! Разве я гожусь в принцессы? Лучше скачи скорее на бал и выбирай себе невесту среди знатных красавиц!» «Я говорю совершенно серьёзно!» продолжал принц. «Поверь мне! Но если ты не хочешь стать моей невестой, то, может, придёшь ко мне на бал? Знаешь что, ровно в полночь я буду тебя ждать вместе с твоим другом гусапасом, с его свирелью и с этими серыми гусями!» «Видёшь?» Джоанн взглянула на принца и сказала. «Пожалуй, а может, и не приду? Не знаю!» Больше принц ничего не сказал, вскочил на коня и поскакал в город. Настал вечер, и всё новые и новые кареты останавливались у замка, где в большом зале король и королева встречали знатных гостей. Приезжали даже из самых отдалённых графств и владений. Никому не хотелось пропустить такого важного события. Наследный принц, единственный сын короля, должен был в этот вечер выбрать себе невесту. Немало гордых леди скрывало свои тайные надежды и страхи под лёгкой болтовнёй и беспечными улыбками. Но бал уже давно начался. Один танец сменялся другим, а принц как будто ещё ни на ком не остановил свой выбор. И вот, наконец, пробило полночь. При последнем ударе часов в конце зала началось какое-то движение. Раздались удивлённые возгласы, танцующие раступились, и перед королём и королевой предстала странная процессия. Впереди шла босая девушка в обтрёпанном старом платье. За ней хромой гусапас, а позади него девять гогочущих гусей. Вот так гости на королевском балу! Сначала все придворные замолкли от изумления, но вскоре они начали перешёптываться и громко смеяться. Однако они тут же опять замолчали, когда увидели, как принц вышел вперёд, взял босую девушку за руку и подвёл её к своим родителям, которые сидели на троне. «Отец!» – молвил принц. «Это Джоанн. Если она согласится, я выбираю её себе в жёны. Что ты на это скажешь?» Король внимательно посмотрел на Джоанн и сказал. «Что ж, мой сын, твой выбор неплох. Если девушка так же добра и умна, как хороша, она будет достойной принцессой». «Молодая леди очень красива, это верно», – сказала королева. «Но что это за платье?» «А почему молодая леди молчит?» – спросил король. «Что она думает?» «Ну, если вы все согласны», – сказала Джоанн. «Я тоже. Я согласна быть невестой принца». И тут, среди полной тишины, раздались вдруг нежные звуки пастушьей свирели. Никто в своей жизни не слышал такой удивительной и прекрасной музыки. Кромой гусапас наигрывал какие-то странные и дивные мелодии, и, о, чудо! Обтрепанное платье Джоанн превратилось у всех на глазах в роскошные белые одежды, усыпанные сверкающими бриллиантами. А девять гусей в маленьких пажей, одетых во все голубое. Они подняли шлейф Джоанн и так следовали за ней, пока принц вел свою невесту в другой конец зала, чтобы начинать танец. И звуки пастушьи свирели, потонули в веселой музыке, которая грянула с галереи. Принц и Джоанн, радостные и счастливые, начали танцевать. И еще одно сердце радостно забилось под эту веселую музыку, но было сердце старого лорда. Он впервые увидел свою внучку Джоанн в богатых белых одеждах. Она была так похожа на свою покойную мать, что старый лорд не мог отвести от нее глаз. Он больше не думал о ней со злобой и ненавистью, а чувствовал, как любовь проникает в его сердце и радовался этому. После танцев Джоанн хотела найти своего верного друга Гусапаса, но он куда-то исчез. Она разослала слуг во все концы страны, но никто о нем больше так и не слышал. Правда, деревенские жители рассказывали, что когда им случается возвращаться домой очень поздно, они иногда слышат в поле и в лесу нежные звуки свирели. Но другие уверяли, что это феи заигрывают запоздалым путникам или им просто мерещится. Вспомнила Джоанн после своей свадьбы хромого Гусапаса или нет, этого мы сказать не можем. Ну вот, про старую няню свою она не забыла и в первый же день после свадьбы взяла ее к себе. Так до конца своих дней старушка и прожила в королевском замке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова